В медицинских организациях по всей области активно переходят к цифровому формату работы. Уже 82% кустанайцев имеют электронный паспорт здоровья. Теперь, чтобы заполнить карточку пациента, просмотреть предыдущие записи, у врача уходит около минуты. У нас обучены все сотрудники. Мы полностью перешли на ведение цифровых амбулаторных карт. На данный момент мы практически отказались от ведения бумажных амбулаторных карт. Нам не нужно, чтобы у пациента была на руках бумажная запись. Мы также видим эту цифровую запись в электронной амбулаторной карте пациента. У нас не теряются лабораторные анализы, потому что лабораторные анализы мы тоже видим. Там также есть все обследования для пациента. Марина Дудник отметила, что сейчас действительно 15 минут, которые даются врачу на прием пациента, уделяются больному, а не бумажным формулярам. В Кустанайской области одними из первых в цифровой формат перешли и четвертая, третья и первая поликлиники. В ситуационном центре мы можем наблюдать за работой всех организаций, которые сейчас работают с МИС, с помощью дашбордов. В прошлом году на обеспечение доступом к широкополосному интернету было выделено 131 миллионов тенге. На оснащение компьютерной техники 338 миллионов тенге. Закуплено 1427 единиц компьютерной техники. Все они поставлены. Обеспеченность компьютерными составила 100%. Из 500 объектов здравоохранения доступом к интернету обеспечено 476 объектов. Кроме этого, активно работает приложение ДомуМед. Уже сейчас им пользуются 26% прикрепленных к поликлиникам. Его польза тоже на поверхности. Регулярные уведомления о сдаче анализов, визите к врачу. Также есть возможность прикрепить к своей учетной записи детей или родителей. Да и записаться на прием к любому врачу можно онлайн. А те, кто все же воздерживается от его использования, по-прежнему могут обращаться в колл-центры своих поликлиник. Данное приложение бесплатно. Нужно скачать это приложение, то есть Play Market, App Store и так дальше. Скачать и установить себе на телефон, на смартфон. Также можно воспользоваться через личный кабинет пациентов, зарегистрироваться. То есть не обязательно, чтобы у вас был смартфон. В данной аналитике мы можем видеть информацию в режиме реального времени. То есть сколько было госпитализировано, в какой организации. В режиме реального времени теперь контролируют и медорганизации, рассказали в управлении здравоохранения. Статистика посещений к каждому врачу, длительность очереди в разных организациях. При этом в управлении отмечают, что они могут просматривать только общую информацию. Доступ к паспорту здоровья есть только у врача. Убрать лишнее. И посмотреть только, например, между третьей и четвертой поликлиникой. Очереди в третьей поликлинике 10 минут, очереди в четвертой поликлинике до 25 минут. Хамзат Рубейсов, Наталья Луговская, Камила Солкомбаева, РТН.